22 часа 36 минут на телеканале НТВ новости из Петербурга. Я Илья Федосов. Здравствуйте. Приглашение на день рождения американского президента можно получить и в Петербурге. Для этого нужно придумать дешевую технологию очистку воды от нефтепродуктов, уметь выращивать искусственные алмазы, сапфиры и рубины и, пожалуй, все. Пока это и другое умеет только один академик, новый русский изобретатель, которого недоброжелатели называют алхимиком. С ним встретился Станислав Пылев. Сегодня Виктор Петрик продемонстрировал свое очередное изобретение. Американцы тестируют технологию, которую собираются купить. Установка очищает воду, загрязненную опасным химическим веществом. В последние годы его добавляют в бензин для повышения октанового числа. В двигателе добавка не сгорает, а с выхлопными газами попадает в почву и грунтовые воды. После прохождения же через фильтр Виктора Петрика жидкость можно пить. Изобретатель заявляет, что за три месяца решил проблему, над которой долгие годы бились ученые многих стран. За глаза коллеги иногда называют Петрика алхимиком, что академику даже нравится. Алхимик для меня это святейшая и первейшая алхимия души и алхимия понимания жизни. Это не так узко. Мы знаем алхимиков, как людей, которые якобы хотели сделать камень, найти вечный. Но это все намного шире. Америка Первая озаботилась проблемой очистки грунтовых вод от опасной бензиновой добавки. Говорят, что особенно в этом заинтересована семья американского президента. Опасные вещества стали применять при Джорджи Буше-старшем. Он пытается ликвидировать угрозу. И, возможно, именно для этого пригласил Виктора Петрика на свой день рождения. Приглашение передали с американскими экологами. Профессор Петрика и его жена приглашаются. Мы имеем честь пригласить их на этот день рождения от имени семьи президента. Спасибо большое. Виктор Петрик экстравагантен во всем. Недавно, например, по случаю приобрел вот такую игрушку. Для справки. Боевая машина «Ураган» предназначена для перевозки системы залпового огня. Петрик подарил машинку сыну. Теперь она еще и ориентир для тех, кто ищет особняк ученого. Больше всего «Ураган» поражает иностранцев. Вы знаете, «Хаммер» для наших, для моих потребностей, немножко маленькая машина. Вот, говорю, я себе купил «Хаммер» такой. Он говорит, а куда вы на ней ездите? Вы знаете, в России бывают такие финансовые споры, называются разборки. Вот я езжу на ней на разборки. Виктор Петрик – автор изобретений в разных областях науки. Ученые алмазы дома выращивают и чудо-порошок производят. Сорбент, который прозвали углепухом, очищает загрязненную нефтепродуктами жидкость до степени питьевой воды. Только в этом и живу, в этом состоянии и живу. Иногда невыразимое счастье, когда происходит, когда я выхожу за эту границу и решаю проблему. И как будто я купаюсь в Ионе. У каждого своя жизнь, такова моя жизнь. Я в этом нахожу счастье. Я не хожу к девушкам, я не бываю в ресторане. Я компенсирую это тем, что вот у меня есть мое творчество. И даже при выборе подарка 41-му американскому президенту, новый русский ученый использует творческий подход. Делает презент своими руками. Это будет портрет Джорджа Буша-старшего из алмазов, сапфиров, нефритов и рубинов. Станислав Плев, Марк Тюнев, Андрей Гончар, НТВ, Петербург.